HTML5 с JavaScript. И как нам подсказывают, нужно показывать видео, а не zip-файл. Ну что же, попробуем. Как вы видите, мы не обманываем, мы показываем видео. Здравствуйте. Меня зовут Иван Мачуковский, мне 9 лет. Я юный демосценер. Я написала несколько демок на языке Ford, а заодно и транслятор. Этот транслятор и демки я и хочу вам показать. Ford – стековый язык программирования. Впервые он был использован для управления телескопом в 1971 году. Маленьким входом можно написать довольно сложную у Ford программу. Идея использовать Ford как язык шейтеров пришла в голову Брэд Нельсона. Он добавил в Ford слова «x» и «y», которые добавляли в стек горизонтальные и вертикальные координаты соответственно. После работы программа должна была оставить в стеке три числа цвета красный, зеленый и синий. Как и координаты, эти числа должны находиться в промежутке от нуля до единицы. Так, для каждой точки на экране выполнялась одна и та же программа. С исключением того, что «x» и «y» менялись. Брэд Нельсона выложил свой проект в открытый доступ на сайте Ford Salonops.com. Там есть галерея работ, в которую можно добавить и свою работу. Сам транслятор сначала переводил код из языка Ford в язык JavaScript, работающий с массивом, который эмулирует стек. Оттуда JavaScript, работающий с переменными. И только оттуда JSL, тоже работающий с переменными. В моем проекте я стараюсь сделать все попроще. И начал с нуля. После изменения Ford программы на странице, код передается транслятору. Транслятор заменяет слова Ford на соответствующие вызовы JSL. Программист может определять свои функции в Ford. Транслятор заменяет вызов и определение функций Ford на вызов и определение функций JSL. В некоторых местах транслятор упрощает код. Вызов и создание функций выполняющий только одно действие. Обычно такое используется для сокращения размера кода. В JSL же это не нужно. Поэтому определение функций удаляется, а вызов изменяется на сам код. В отличие от Бореда Нельсина, у меня стек другой. Вместе беспорядочных переменных я создаю два массива. Для стека данных и стека возврата. Для эмуляции работы со стеком я написала две функции. Поп и пуш. Здесь они генерируются. И глубину стека можно задать любую. Текущая глубина стека – 12. Так как вершины стека всегда находятся в позиции 0, работа с числами проста. После трансляции я добавляю к коду несколько строк определений. Затем создается программа WebGL, в которой записываются ходы вершинного и фрагментов шильдеров. Программа компилируется, записывается в канвас и изображение вводится на экран. В сердецами WebGL я создаю один большой треугольник, который заливаю фрагментным шейдером картинкой. Если в программе используется слово «Т» – время, изображение обновляется постоянно. Если же времени нет, то картинка статическая, и изображение обновляется с интервалом в секунду. Это нужно для того, чтобы после изменения кода вы сразу могли увидеть результат. Нужно понимать, что эта программа используется как фрагментный шейдер. И она выполняется для каждой точки на экране. Это не как в других языках, где каждая стрелка или кружок рисуется отдельной программой. Для каждой точки на экране эта программа рассчитывает ее цвет. Вот пример программы. Так она выглядит на языке Ford. X. А так она выглядит на языке GLSL. По-моему, писать на языке Ford быстрее и удобнее. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо!